Партнер программы. Сеть магазинов «Абсолют». На первом альтернативном информационный выпуск новостей в студии Наталья Китаева. Здравствуйте. И вот основные темы. Что изменится с Миняйла? Новый полномоченный представитель президента в Сибири прибыл в Бурятию с первым официальным визитом. Тот случай, когда лучше промолчать. Разбираем с пристрастием интервью зампреда правительства Николая Зубарева. Деньги на ветер, а точнее под асфальт. Прошлогодний ремонт городских дорог не оправдал надежд. Начнем выпуск с федеральных новостей. Да идите вы в бизнес. Дмитрий Медведев предложил учителям, недовольным зарплатой, уйти в бизнес. Такое заявление премьер сделал на форуме «Территория смыслов». Напомню, зарплата учителей составляет в среднем 15-20 тысяч рублей. Но в эту профессию идут не деньги зарабатывать, отметил премьер. Мы вспомнили, как еще отзывались об образовании чиновники федерального уровня. Денег нет, но вы держитесь, уже не актуально. Денег нет, идите в бизнес. Вот новый лозунг Дмитрия Медведева. Учителей туда уже отправили, может скоро то же самое услышат и пенсионеры. По учителям и по преподавателям это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Тем не менее, и для преподавателей по призванию скоро не будет места на рынке труда. Вице-премьер Ольга Голодец накануне заявила, что высшее образование не нужно 65% россиян. Бытует мнение, что человеку во что бы то ни стало необходимо получить высшее образование. Однако повышение качества среднего специального образования сегодня открывает доступ ко многим профессиям. Хочу от своего имени поблагодарить президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, Ольгу Ирину Голодец, лично за такое неустанное внимание к рабочей профессии. Как губернатор я могу сказать, что сегодня в субъектах Российской Федерации дефицит рабочих профессий налицо. И я благодарен им, что они возрождают сегодня вот этот престиж, престиж рабочей профессии. К слову, Ольга Голодец окончила МГУ и имеет ученое звание кандидата экономических наук. А у Вениамина Кондратьева целых два высших образования по специальностям филолог и юрист. Теперь же вышку они сочли не особо нужной. Может так и есть, если уже в первом классе школьники отгадывают загадки, ответов на которые не знает даже министр образования. Это учебник для первого класса. И там есть такая загадка. Четыре четырки, две растопырки, седьмой вьюн. Ответьте, пожалуйста, что это такое? Нет, вон дело нет. Как вы думаете, ну что это такое? Мне трудно ответить. Мне кажется, что дети гораздо больше, чем взрослые, способны отвечать на такие нетрадиционные вопросы. Давайте ответы на загадки. Ну, во-первых, сама стилистика, загадки, да? Ну, странновато. Такое мнение, что гастарбайтер какой-то писал, потому что что такое четырки и растопырки, вообще трудно объяснить. Оказывается, ответ это корова. Тот закон, по которому работает сегодня Ливанов, привел к тому, что наша школа откатилась далеко назад. Российская и советская школы были лучшими в мире. Тем временем коммунисты вносят в Госдуму законопроект с громким названием «Образование для всех», которое повышает зарплату учителям и преподавателям и делает добровольные сдачу ЕГЭ для выпускников. Галина Соболева, Первая Альтернативная. К новостям республики. Накануне зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Николай Зубарев дал интервью ГТРК Бурятии. В ходе беседы чиновник дал, цитата, «исчерпывающие ответы на все наболевшие вопросы». Его ответы оказались не только исчерпывающими, но и остроумными. Самые лучшие фразы в духе знаменитого мэра Киева Виталия Кличко в нашей специальной подборке, а также комментарии тех, чьи интересы зампред непосредственно задел в своем получасовом интервью. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Горожане видят. Иногда мы приносим горожанам неприятности, неудобства. Но это необходимость, потому что сегодня основные у нас работы по центру города. К отсутствию горячей воды и раскопанным по нескольку месяцев улицам мы все уже привыкли. Равно как и к тому, что чиновники приносят неприятности и неудобства. Так что остается надеяться, что в разгаре сезона у зампреда будет повод сохранить свой оптимизм. Не то, что у жителей Северомуйска. Поселок очень тяжелый. Люди там немножко очень тяжелые. То, что касается забастовки, там такая своеобразная забастовка вахтенным методом, как говорится. Одни бастуют, другие уходят. По анализам, причинам понятно, что люди там не голодуют, просто выдвигают свои требования и хотят до чего-то добиться. Такое отношение руководства жителей Северомуйска и участники голодовки комментировать не стали, потому что цензура бы такие комментарии все равно не пропустила. У нас, потому что люди вот от Сибири, допустим, им нужно выходить на работу. Они не могут еще и работу потерять. Это мало того, что они остались на улице, у них нет ни жилья, ничего, еще и работу потерять, что ли. Для него это было шоу, а для нас это далеко не шоу. У меня, потому что шоу нет, вы меня извините, одни маты на языке. По отношению к Зубареву, к этому? Ну, возьми, собери мусор, поставь на дорогу, больше ничего от тебя не требуется, но мешок... Мы уже вводим до того, что, наверное, будем принимать решение, где-то стоять и выдавать эти мусорные мешки, наверное, дешевле это обойдется, чтобы люди собирали мусор. Нет, отдохнули, ну, может, денег на мешок нету, не знаю. Все равно все бросили и уехали. Потом волонтеры со всего мира, вот сейчас через неделю приедут волонтеры со всего мира, пойдут до Байкала, значит, собирать мусор. Не вывезен мусор, к сожалению, до туристического сезона. Это очень печально, потому что, когда гость республики Бурятия или турист, или отдыхающий приезжает на побережье, он должен видеть чистоту. И только когда он увидит чистоту, он оставит бы вся чистоту. Почему мусор с Байкала убирают волонтеры всего мира, действительно большой вопрос. Но власти пошли еще дальше. И в преддверии юбилея города попросили народ прибраться в самом Улан-Удэ. Тем временем, деньги на уборку выделяются далеко не добровольцам. С простых жителей города еще и дополнительно деньги собирать будут. Принят закон, тот, кто не будет заключать договор от трех до пяти тысяч рублей, будет штраф. Наши Минприроды все это контролируют, все мы это ходим, смотрим. Но получается, что мы боремся, только мы боремся с мусором, а нам не победить. Не победить, если народ сам не будет собирать за собой мусор и убирать за собой мусор. Борьба там, как говорится, неравная будет. Это будет постоянно. В одном месте уберешь, в другом месте возникнут. Хотя, если так вы заметили, что мусорных свалок стало поменьше. Но меньше их не стало, к сожалению. А управляющая компания у вас кто? Это Супонина идет, управляющая компания. Но я не помню, как она называется. Эталон, что ли? Эталон С, да? Да. Поэтому порой эталон С тоже. И частенько приходится самим все подметать, какие-то субботники устраивать? Конечно, надоест этот срач. Здесь вот, извиняюсь, а приходится самим выходить и подбирать. Бывает и мешки скидывают, и матрасы, и одеяло, и бутылки. Здесь все вообще неприятно вообще видеть. Уходишь с балкона, как на помойку видеть. Сегодня такая ситуация в стране, что дальше тоже невозможно жить там. Мы иначе этот фонд приведем в такое состояние, которое и затеи не может. Самое главное, мы не можем изменить свое понятие, что если я живу, квартира моя, а что за квартира, это уже не мое. Это кто-то должен прийти, подъезд подмести, за мной убрать. Или я чего-то не понимаю, или подметать подъезд жители дома и правда не обязаны. К тому же взносы за капитальный ремонт идут немного на другие цели. Только почему нет результатов, так никто и не объяснил. Когда деньги собираются в общем котле, люди не видят результатов пока, не понимая, для чего мы собираем на общий счет, и получается за наши деньги будут ремонтировать какой-то другой дом. Когда еще очередь дойдет до нашего дома, вот это непонятно. Ну, лесные пожары я стал заниматься в том году, где-то около года занимаюсь лесными пожарами. Там в лесном вообще, в самом лесном хозяйстве, в структуру лесхоза, там очень много, вот то, что мне не нравится. Что не нравится. Ну, например, там никто за что не отвечает. У нас в лесу все хозяева. Лесник, лесхоз и так далее. Одни отводят, другие контролируют, но крайнего нету. Крайнего нету. Ни с кого ничего не спросит. А может быть, стоит спросить прежде всего самого себя? Только вот в своем глазу бревна не видно. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия Николай Зубарев за пять лет не проходил подготовку в Институте развития МЧС России. По программе председателей комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Я думаю, что те люди, которые критиковали, наберутся мужества, наверное, извиниться. И сколь публично они меня в отставку пытаются отправить. Но разобравшись, наверное, в этом, они, наверное, публично так же извинятся, найдут в себе мужество извиниться за все свои высказывания, которые, в принципе, в мой адрес они... но никак. Что же хочется сказать, уважаемый Николай Михайлович? Публично извиняемся за то, что у нас, жители Бурятии, такой зампред. В Бурятию прибыл новый полномочный представитель президента в Сибири. 28 июля Николай Рогожкин на этом посту сменил Сергей Миняйло. Теперь уже экс-губернатор Севастополя. Первым делом в новой должности он посетил Новосибирск, где встретился с губернатором области Владимиром Городецким. Сегодня Миняйло прибыл в Бурятию. О целях визита расскажет Аюна Чертарова. Познакомиться с проблемами и пощупать руками регионы. Так обозначил новый полпред в цели своего визита. Будучи в Новосибирске, Сергей Миняйло уже заявил, в своей должности первым делом будет работать над обеспечением безопасности, стабильности, а также над экономическим развитием вверенных ему регионов. В Бурятии он посетил Байкальскую гавань и авиационный завод. Скажем так, лучшее, что мы можем показать. Впрочем, и здесь больше говорили о существующих проблемах. Сегодня мы посмотрели те площадки, часть, одну площадку, которая, в общем-то, находится в большому счету депрессивном районе, который надо развивать. Есть проблемы здесь по заводу, есть проблемы внутриполитические, есть проблемы экономические. У Сергея Ивановича очень такая почетная миссия. Ему нужно сделать так, чтобы снять те преграды, проблемы, бюрократические препоны, которые есть или мешают соответствующим субъектам, вот 12 субъектов было названо, для дальнейшего развития. Вы знаете, что у нас такие проблемы тоже есть, существуют. Это и проблемы экологического плана, и проблемы, связанные с Байкалом, это и проблемы с развитием экономики, в частности, развитием Байкальской гавани. Также Сергей Миняйло оценил ситуацию с пожарами в нашей республике. Говоря о них, Павел Байкаль отметил, в большинстве своем причина всему человеческий фактор. И здесь власти должны делать все, чтобы предотвратить ЧАЭС. Надо организовать работу всех структур так, чтобы были проведены все необходимые профилактические мероприятия, для того, чтобы предотвратить соответствующие, в том числе и пожары. Более подробно проблему пожаров, а также засухи Сергей Миняйло обсудит с главой Бурятии и специалистами на заседании КЧС. Итоги визита мы узнаем завтра, после отъезда Палпреда. Аюна Чертарова, Александр Лупсанов, Первая, Альтернативная. И к другим новостям. В Улан-Удэ может исчезнуть наружная реклама. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство России ГОСТ по размещению наружной рекламы. Стандарт действовал и ранее, но был отменен из-за завышенных требований. Чем грозят такие нововведения рекламному рынку? Улан-Удэ расскажем в следующем сюжете. Вернуться к старому ГОСТу, согласно которому 80% конструкций попадают под риск. Такие изменения планируют вести уже в следующем году. Отмечу сегодня, у Улан-Удэ более 400 мест для расстановки рекламных конструкций, которые были приобретены благодаря аукционам в 2014-2015 годах. Срок действия договора от 5 до 9 лет. Ежегодная аренда составляет порядка 18 миллионов 300 тысяч рублей. Если ГОСТ вступит в силу, баннеры, которые нарушают стандарт, сменят прописку. Здесь, на улице Трубачеева, расположилось три таких баннера прямо на развилке. Это аварийно-опасный участок дороги. С 2018 года те конструкции, которые ближе 50 метров от перекрестков или пешеходов, просто ликвидируют, если новый ГОСТ вступит в силу. А это до половины рекламных конструкций в городе. Напомню, ГОСТ, который был принят в 2003 году в целях повышения безопасности на дорогах, изначально носил рекомендательный характер. Тогда уже руководители компании говорили о том, что все нормы ГОСТа, по сути, запрещающие для самих рекламщиков. И к аварийности на дорогах никакого отношения не имеют. Есть такой показатель, на самом деле, как количество аварий, то есть причина аварии, где стал рекламный щит. Эта статистика показывает, что там процент одна, тысячная даже, что ли, когда рекламная конструкция стала причиной какого-то ДТП. Но безопасность абсолютно не влияет. Столбы освещения гораздо больше влияют, потому что в них чаще врезают, то есть, соответственно, они чаще вверкают статистики ДТП, нежели рекламные щиты. На данный момент действуют более мягкие по сравнению со старым ГОСТ-стандарт. Однако уже до 1 июля 2017 года планируется убрать конструкции, нависающие над проезжей частью. Наталья Китаева и Юрий Шабаганов. Первая альтернативная. Зачем возвращаться к старому ГОСТу и как эти изменения отразятся на рекламном рынке города Улан-Удэ, расскажет директор рекламного агентства ЖИРА Палентина Намсараева. Валентина Санинобаевна, здравствуйте. Расскажите, какой ГОСТ действует сегодня и в чем принципиальное отличие этих изменений? Насколько я понимаю, мы возвращаемся к старым ГОСТам, когда щиты, которые устанавливались в городе, должны были находиться в 50 метрах от пешеходных переходов и других пунктов социального значения. Сейчас в первую очередь будут демонтироваться те щиты, которые нависают над дорогой и находятся над дорогами. Насколько мне из СМИ известно, их в первую очередь будут демонтировать. Если вступит закон в силу с теми ГОСТами, которые были прежде, это грозит тем, что половина, а может даже и больше рекламных конструкций в городе Улан-Удэ будет демонтирована. Для тех, кто владеет этими конструкциями и через торги получил эти места, конечно, это будет определенный удар, а также удар для городского бюджета, потому что город будет обязан вернуть эти деньги каким-то образом. А для людей, которые, ну, те же мы сами съездим внутри машин, переходим дорогу и прочее, я думаю, ну, какая-то будет польза. Ну, потому что я помню на моей памяти один щит, Г-образный падал. Правда, к счастью, никто не пострадал и нигде не было об этом написано. Какие-то щиты, я помню, на Барсоева, которые по ГОСТу не соответствовали, их просто загнул ветер, и, конечно, это отрицательно все для людей. Какие конструкции сегодня нарушают правила и к аварийности на дорогах какое отношение имеют? Ну, те, которые нависают над дорогой, я считаю, Г-образные конструкции, они, несмотря на то, что, наверное, они соответствуют стандарту, да, всем нормам сопротивления, там, и прочее, и прочее, я считаю, что они все-таки несут определенную угрозу для людей, которые находятся рядом, мимо едут, да. Потом, на мой взгляд, я думаю, что сегодня очень много конструкций в городе Улан-Удэ, и я вижу, что они не всегда заполнены, потому что, по данным агентства коммуникации, Акар, да, мы знаем, рынок наружной рекламы в 2015 году сократился на 21%, и бюджеты различных городов теряют сейчас деньги, например, Москва, да, рынок наружной рекламы Москвы на сегодня приносит бюджет Москвы 5 миллиардов. У нас какая ситуация? У нас в Улан-Удэ, по-моему, ну, там другая, конечно, цифра, что-то вроде 18 миллионов, я читала, а раньше это были сущие копейки, это хорошо, что отдел наружной рекламы за это взялся, и какие-то, и бюджет пошли какие-то деньги, ну, да. Зачем тогда, вот вопрос тогда возникает, зачем столько конструкций, вот их по всему городу, да, очень много? Ну, я не знаю, конечно, это для того, кто владеет конструкциями, определенная прибыль, да, ну, и какая-то копейка в бюджет, но я считаю, что это слишком много, вот я была во многих деловых поездках в Европе, да, в Германии, там, я не помню, где еще, в Франции, да, там нет таких конструкций, там нет таких конструкций, вся реклама переходит в интернет, большей частью. Если бывают какие-то баннеры, это сетка, да, баннерная сетка, она закрывает лишь красиво здание, когда оно реконструируется, а таких щитов нет, я видела подобные щиты, по-моему, в Чехии. Ну, то есть, чем беднее регион, тем больше наружной рекламы. А если мы бы поехали в Китай, да, в юг Китая, там вообще этого нет. То есть, если их сократят, то это, в общем-то, будет верно и правильно? Ну, наверное, мне, как представителю рекламного бизнеса, наверное, неправильно было бы это сказать, но я считаю, что да. И напомню, сегодня мы беседовали с директором рекламного агентства «Жираф» Валентиной Набсараевой, а мы продолжаем выпуск. Другим темам – бухта водорослей. В интернете появилось видео, на котором продемонстрировано сегодняшнее состояние северной части Байкала. Некогда излюбленное место отдыха жителей северобайкальска – бухта Сеногда – превращается в болото. По словам автора видео, журналиста Андрея Аносова, сегодня это самый зараженный спирогирой берег Байкала. Основная причина захвата зловонными водорослями северного побережья Байкала – изобилие в воде фосфатов. Такую версию выдвигает автор видеоролика. Дело в том, что большинство стиральных порошков и моющих средств, которые мы используем, делаются на основе соли фосфорных кислот. Так, через очистные сооружения северобайкальска они попадают в реку Тая, а затем и в само озеро. Напомню, еще один сигнал СОС поступил на прошлой неделе из Брагузинского района, где образовалось огромное зеленое-голубое пятно непонятного происхождения. Аномальным явлением обеспокоились жители Бурятии, Иркутской области и сам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Соответствующими органами были сделаны пробы воды на месте образовавшейся жижи. И по словам представителя Росприроднадзора, Бурятии беспокоиться не о чем. По предварительным результатам отобранных проб известно следующее. Нефтесодержащих продуктов и спав, веществ в отобранных пробах не обнаружено. Также не обнаружено тяжелых металлов. Все это свидетельствует о природном факторе возникновения данного пятна. Отмечу, в связи с последними событиями, среди общественности Бурятии и других регионов нарастает обеспокоенность состоянием жемчужины Сибири. Отдыхающих призывают фиксировать водоросли в Байкале, записывать видео, делать фото, по возможности распространять их через все возможные каналы, а также отправлять пробы воды в лаборатории разных городов. Двигаемся далее. Деньги под асфальтом. Свеже отремонтированные трассы уже обросли новыми выбоинами, а в некоторых отсутствует нормальная ливневая канализация. Впрочем, этим в нашем городе удивить можно лишь немногих. В 2015 году в нашем городе по целому ряду улиц провели дорожные работы. Некоторые из них не прошли проверку над бракачественность. Одна из таких улиц, Боевая, на ее ремонт выделили около 16 миллионов рублей. Все эти деньги ушли практически в молоко. Чуть ли не все канализационные люки и ливневки ушли вглубь асфальта. На такое халатное отношение к дорожному полотну отозвались неравнодушные горожане. Каждую из них, будто опытный эксперт-криминалист, отметил белой краской, как напоминание о зарытых под некачественный асфальт бюджетных деньгах. Следующий пункт – участок по улице Пугачева. На него потратили практически 40 миллионов рублей. А вот задуматься о ливневой канализации не успели. За короткий срок на трассе уже образуются добротные лужи. При более длительных осадках такие скопления воды могут стать серьезной угрозой для автомобильного потока. Проспект автомобилистов. Трещины вдоль трассы на дорожном полотне уже ни для кого не в новинку. Помимо этого, на трассе образовались огромные выбоины площадью примерно в 20 на 40 сантиметров. На этот отрезок городские власти потратили почти 16 миллионов рублей. Мы же, в свою очередь, следим за развитием событий и ждем очередной работы над ошибками с дополнительными миллионами, которые зароют под асфальт. Будамунхоев, Александр Лупсанов, первая альтернативная. Единственное в Рио. Сегодня в Улан-Удэ прошел флешмоб в поддержку нашей именитой лучницы Инны Степановой. Ей предстоит нелегкая задача в одиночку представлять нашу солнечную республику на Олимпиаде в Бразилии. Чемпионку мира 2015 года, а также серебряную медалистку чемпионата Европы поддержали и стар, и млад. Все пожелания схожи, каждый желает и не победы. Я знаю, что это очень трудная работа, это на самом деле должна быть выдержка, спокойствие. Я очень надеюсь, что Инна это все будет, и она справится. Я надеюсь на то, что и 300 спортсменов из России также покажут свои достойные результаты. Давайте будем за них болеть. Метких стрел, удачи, везения и золотой олимпийской медали. Ну, я хотела пожелать ей победы, и чтобы она всегда побеждала, доходила до своей цели. Инне Степанове я хочу пожелать в первую очередь спокойствия, и пусть она чувствует поддержку своих земляков. Мы все очень за нее болеем, переживаем. Главное – спокойствие, она победит. В первую очередь удачи, сохранить силу, волю к победе, и, конечно же, стать на Олимпийский Принестал. Победа, удачи, золотой медали. Горячая тема и семь жарких вопросов. Мы продолжаем задавать ваши вопросы известным людям республики. В эфире нашего канала на ваши вопросы уже ответили художественный руководитель русского драмтеатра Сергей Левицкий, известный бизнесмен Денис Гармаев. Совсем скоро вы увидите новую серию. На этот раз героем передачи станет инструктор по вимбилдингу, секс-коучер Марина Гурко. Всем хорошего дня. Меня зовут Гурко Марина. Я руководитель женского клуба «Афродита». Я инструктор по интимному фитнесу в онфитовом билдинге. А также я веду тренинги сексуального образования для женщин. Я предлагаю задать вам все интересующие вас вопросы, потому что в пятницу в программе «Семь вопросов» я отвечу на самые интересные из них. Вопросы вы можете задавать в ВКонтакте, в Инстаграм, в Фейсбуке, а также на сайте программы. До встречи в пятницу! Вопросы принимаются до 22.00 сегодняшнего вечера. На этом у меня все. Смотрите новости АТВ также на нашем сайте. Делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго. До встречи в эфире. Стиль ведущей. Магазин модной женской одежды «Леди Шарм». Торговый комплекс «Галакси». Первый этаж. Бутик 109. Телефон 8 950 386 8034. С абсолютом выгодно. Квас «Никола». Традиционный 1 литр. Всего 38.49. Акция до 31 августа.